Всем привет, это Просто Ремонт, я Ксюша, и сегодня я вам расскажу про компактную вентиляционную установку. Вот она, сзади меня. Именно вентиляционную установку, не бризер, не провериватель, а именно вент-установку. Ну и расскажу, в чем принципиальная разница и почему мы решили рассказать вам именно про эту модель. Смотрите, вентиляция это на самом деле очень-очень важно. Я люблю приводить пример про степень важности для человека тех или иных вещей и недооцененности тех или иных вещей. Без еды человек может прожить, ну, достаточно продолжительное время. Я не знаю, какое точно, ну, условных 30 дней или 3 месяца. Ну, в общем, какое-то достаточно продолжительное время. Без воды человек может прожить уже намного-намного меньше. Без воздуха же человек, ну, наверное, проживет совсем-совсем какой-то минимум. И при всем при этом качеству еды мы порой удивляем очень-очень много времени. Читаем там эти этикетки, чтобы это было там без того, без всего. Я не знаю, там, без глютена, без молока, без сахара и без всего на свете. Качеству воды уделяем внимание уже намного меньше. Хотя, казалось бы, вода как бы даже более важна для человека, да. Ну, окей, мы поставили фильтры. Про воздух же вообще очень многие забывают. То есть, въезжают в квартиру, полностью все закрывают. У нас стоят стеклопакеты. У нас, да, есть естественная вентиляция в квартире. Застройщики всегда предусматривают естественную вентиляцию в квартире. Но очень часто сами жильцы ее, по сути дела, затыкают различными приборами. И что же получается? Притока чистого воздуха в квартиру нет. Да, можно открывать окна. Опять же, если окна в квартире выходят на пыльную, шумную улицу, открывать их уже некомфортно. Даже если открыли, повторюсь, да, что вытяжка, естественная вытяжка, очень часто бывает, ну, заткнута различными приборами кухонной, той же принудительной вытяжкой, которая включается очень часто только там при приготовлении рыбы. И вся вот эта функция проветривания, естественного проветривания, она работает некорректно, некомфортно. То есть, достаточного количества воздуха в квартиру не поступает. Ну и, конечно, чистый воздух влияет на наше ощущение, на наше хорошее самочувствие, на наше здоровье. Это очень-очень важно. Идем дальше, да. Существуют различные проветриватели, бризеры. Как бы это решение проблемы. Но смотрите, что происходит. Бризер – это, по сути дела, только приток воздуха. Воздух будет постоянно поступать. Где он откуда выходит, вот отработанный, отдышанный, ну, как бы не совсем понятно. То есть, да, он должен уходить куда-то в вентиляцию, но он где-то вот тут витает. То есть, сама эта система будет работать не настолько хорошо, не настолько корректно. Именно поэтому мы всегда ратуем за полноценную приточно-вытяжную вентиляцию. Но, если говорить о полноценной приточно-вытяжной вентиляции, во-первых, это достаточно большие бюджеты. Во-вторых, поставить ее, ну, нормально можно только на этапе вот самом-самом первом. В идеале, вообще, предусматривать еще на этапе проектирования, когда вы понимаете, где вы поставите эту установку, как у вас пройдут воздуховоды, где вы куда выйдете, войдете и так далее и тому подобное. То есть, это такие большие глобальные строительные работы. Мы же часто об этом задумываемся, когда уже живем и когда понимаем, что что-то пошло не так. Именно поэтому компактные вентиляционные установки, в которых есть и приток, и вытяжка, нас очень сильно привлекли. Есть еще встраиваемые в стену системы вдох-выдох. Да, у них вроде бы и приток, и вытяжка. Но минус их в чем? Что они работают циклично. То есть, сначала воздух подается, потом он вытягивается. То есть, это воздухообмен производится не непрерывно, а вы такие сначала воздуха надули, потом его забрали. Ну, то есть, тоже вот такая вот себе история. Окей, давайте уже начнем обзор конкретной модели. Это установка FUZI от компании FUNAI. Мы уже делали обзор кондиционера этой марки и тогда же еще сказали, что сделаем обязательно обзор вентиляционной установки. Ну, в общем, вот мы его и делаем. Чем привлекла конкретно эта модель, конкретно эта марка? Привлекла тем, что среди подобных установок, установок с подобным набором функций в такой цене просто нет. То есть, она действительно ощутимо выделяется среди конкурентов. Обычно подобные установки с таким набором функций стоят намного-намного дороже. Может быть, какие-то там мы даже показывали, рассказывали в сториз. И обычно это было, знаете, как ты такой смотришь, начинаешь взвешивать, что же выбрать. Вроде тебе хочется как бы приточно-вытяжную установку. Но когда ты видишь цены, ты такой, ну ладно, бризер. И буду включать вытяжку кухонную. Эта же установка стоит очень-очень приемлемо. По сути дела, она стоит, ну, плюс-минус как бризер. Бризеры тоже стоят как бы по-разному, да. Но бризер, он дает вам только приток. А это и приток, и вытяжка. То есть, в который раз, уже повторяю, полноценная приточно-вытяжная установка. Установка достаточно мощная. Она подает 150 кубометров воздуха в час и удаляет 135 кубометров воздуха в час. Для понимания, что значит эти цифры. Смотрите, воздухообмен рассчитывается из расчета 3 кубометра на метр квадратной площади. Либо 30 кубометров в час на одного человека. То есть, для нормальной среднестатистической семьи из мамы, папы и троих детей. Да, вот у меня трое детей, я считаю, что это абсолютно нормально. Этой установки вполне достаточно. Да, но это при условии, что все пятеро находятся в едином пространстве. И у вас ничего не перекрыто сплошными плотно закрытыми дверьми. Потому что, понятно, никакая вентиляционная установка никакой мощности не протянет воздух вас сквозь дверь. Да, он действительно достаточно компактный. У нас в предыдущем офисе нашем был бризер. Он, несмотря на свою лаконичность, был такой прямо внушительный, огромный. И висел такой приличный дурой на стене. Этот компактный, тонкий. К тому же, его можно повесить как вертикально, так и, как вы видите, тут горизонтально. Что тоже дает свою вариативность. Потому что иногда мы, когда вот это все вписываем в композицию, смотрим нам там левее, правее, где нам там сделать полочки, где еще что-то. У нас есть как бы, ну, повторюсь, вариативность, как его повесить. И да, вне зависимости от того, как вы расположили прибор вертикально или горизонтально, цифры у вас будут ориентированы нормально. То есть их можно поменять в зависимости, там, вертикально или горизонтально прибор так, или вот так. То есть вам не придется вот так вот наклонять голову, чтобы посмотреть, какая же у вас там температура. Монтаж. С самого начала, да, я сказала, что сделать полноценную приточно-вытяжную вентиляцию, это очень дорого, грязно, долго и вот на самых-самых первых этапах ремонта. Конкретно этот прибор поставили уже после вот этого существующего ремонта. Ставили это прямо, можно сказать, при нас. Да, это не сказать, что такая суперстерильная установка, да, но абсолютно нормально в существующий ремонт его можно поставить. Это, конечно, огромный-огромный плюс. По сути дела, вам нужна только розетка где-то плюс-минус в доступе. Прибор достаточно тихий, 20 дБ, и работать он может при температуре наружного воздуха от минус 20 до плюс 40. То есть он адаптирован к нашим российским климатическим условиям. Это тоже очень-очень важно, потому что вы понимаете, что у нас может быть и минус 20, и плюс 40, что логично. И, как заявляет производитель, прибор прошел все необходимые лабораторные испытания, то есть действительно при этих температурах он работает и работает корректно. К тому же у него потребление электроэнергии всего 50 ватт, то есть считайте, как лампочка. Как же происходит эта магия? Дело в том, что центральным элементом этого прибора является гигроскопичный пластинчатый рекуператор. Слово гигроскопичный очень сложно выговорить, но он действительно гигроскопичный. То есть обычно в вентиляции вот такой большой полноценной требуется еще нагревательный элемент. То есть тот элемент, который будет вот этот ваш холодный воздух с улицы нагревать. Тут же этого элемента нет. Что же воздух нагревает? Холодный воздух, который поступает извне, нагревает воздух, который у вас из помещения удаляется. То есть удаляемый воздух, нагретый, теплый, он же из помещения, 85% своего тепла передает тому воздуху, который в помещение поступает. Тем самым его нагревая и экономя электроэнергию. А еще рекуператор зимой, воздух, который поступает в помещение, не только нагревает, но и увлажняет. Все мы знаем, что сухой воздух это не очень хорошо для здоровья. Это причина различных болезней, аллергий и куча-куча всего неприятного. Именно поэтому мы ставим увлажнители и всячески стараемся увлажнить воздух. Так вот, благодаря конструкции этого устройства, влага, которая образовалась в вытяжных каналах, увлажняет воздух в приточных каналах. Ну, еще к теме аллергии и, в общем-то, всего, что касается здоровья. В установке многоступенчатая система очистки воздуха. То есть, есть несколько фильтров. Первое – фильтры грубой очистки, которые задерживают крупные частицы пыли, пух, шерсть домашних животных и насекомых. Шерсть домашних животных – это не про то, что мимо вашего окна пролетит собака. Это про то, что фильтр установлен и на входящий поток воздуха, и на исходящий, вытягивающий поток воздуха. Следующий фильтр – это хепафильтр, который устанавливается только в самых современных моделях, в том числе и в этой, который задерживает пыльцу, споры грибов и там самые-самые вот эти вот мелкие загрязнения, что особенно актуально для астматиков и аллергиков. Как вы видите, этот прибор у нас установлен в детской. Это очень актуально для детей, ну, просто там для их здоровья. Все мы стараемся защитить своих детей. Да, у меня у самой ребенок астматик, и это на самом деле очень-очень важно. Все эти фильтры очень легко заменить самостоятельно. Там есть специальные дверки, которые там открываешь, и без каких-то дополнительных приборов усилий, без какой-то дополнительной подготовки спокойно меняешь. Это, кстати, опять же, еще одно преимущество перед большими полноценными установками, в которых зачастую, чтобы поменять фильтр, нужно вызывать специально обученных людей. Потому что, например, в своей собственной полноценной вентиляционной установке я сама фильтры поменять не могу. Я вызываю специалиста, плачу ему денег, вот, и он это все делает. В установке есть еще встроенный ионизатор воздуха, что очень-очень круто, потому что ионизированный воздух, он улучшает работоспособность, увеличивает метаболизм. В общем, вообще очень-очень хорош для здоровья. Я вообще топлю за любые штуки, которые улучшают качество жизни, как-то там улучшают общее состояние, самочувствие, потому что это и здоровье, и продуктивность, и куча всего. То есть прям встроенный ионизатор – это такой жирненький-жирненький плюсик. В установке есть еще датчик ВОК. Это датчик летучих органических там и прочих загрязнений. То есть установка сама регулирует производительность в зависимости от загрязненности воздуха, потому что действительно мы вот так вот просто дышаем, мы не можем считать, сегодня у нас воздух более загрязненный или менее загрязненный. В общем, у установки есть автоматический режим, когда она сама это считывает и сама регулирует производительность. Управление установкой из пульта, то есть не нужно к ней как-то подходить, подлезать. Это определенная проблема некоторых приборов, не буду называть каких, когда управление непосредственно на приборе, и если ты его вешаешь как-то вне зоны доступа, ну, тебе к нему просто лишний раз подходить, подлезать с табуреточки не хочется. Тут пульт простой, лаконичный, интуитивно понятный. Берешь, регулируешь, настраиваешь. Все понятно. Да, мы снять-то все сняли, показать вам все показали, но забыли рассказать о режимах работы. У установки три режима работы – базовый, ночной и интеллектуальный. В базовом режиме вы сами выбираете скорость работы вентилятора, в ночном у установки гаснет экранчик и снижается скорость вентилятора, а в интеллектуальном специальный датчик сам отслеживает качество воздуха и регулирует скорость. А также есть три режима по температуре. Это эко-режим, когда установка всегда поддерживает температуру 16 градусов, комфортный режим – поддержание температуры 20 градусов, а также ручной режим. Итак, подведем итоги. У нас есть офигенная, компактная, вентиляционная установка. В общем-то, смело могу сказать, что полноценная, которую можно смонтировать, если у вас ремонт даже уже сделан, которая имеет там огромное количество плюсов, к тому же еще по очень-очень адекватной цене. Но обратите внимание, вентиляционная установка не заменяет кондиционер, а кондиционер не заменяет вентиляционную установку. Некорректно ставить вопросы, что же выбрать – это или то. Нужно выбирать и то, и то. Кстати, ролик с обзором кондиционера у нас тоже был. Ну и ждем ваших реакций на наши обзоры, а мы их видим по вашим лайкам и комментариям. Ну и не забудьте подписаться на наш канал и нажать колокольчик, потому что обзоры мы стали делать совсем недавно. Если вам нравится, в принципе, это, ну, может сказать, что рубрика, всячески реагируйте, мы продолжим и будем обозревать что-то еще. Можете, кстати, написать, что вы хотите, чтобы мы вам еще показали, рассказали и так далее. В общем, увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok